Вот в нашей жизни важнейшим моментом является понимание, понимание. Мы можем рассуждать с вами. Но через рассуждение впойдем в осуждение. Вот очень важно понимание. В слове понимание есть ман, человек. Вот человеческое начало – это понимание. Если бы у нас с вами доминировало два начала – внимание и понимание – это было просто замечательно. Но наше внимание, ума нашего, нашей воли, чувств – все время куда-то уходит. А то, что мы с вами делаем, мы не понимаем, как правило. Иногда делаем что-то автоматически уже. Очень важно понимание. Вот сейчас мы с вами находимся в последней части летнего периода и периода года. Все, конец. И в это время совершается два очень великих события. Преображение Господне переносится именно на этот период вот сюда, на конец года. Год начинается в сентябре. Новолетие в сентябре. И вот преображение переносится сюда. А что такое преображение? Через преображение мы узнаем природу Христа. Если мы не будем знать и не будем уделять внимание преображению Господа, если мы в преображении увидим только праздник, а не увидим событие, если мы не поймем, что в преображении Господь единственный раз нам показывает свою божественную природу, мы ничего не поймем в христианстве. именно в преображении Господь предлагает троим ученикам пойти с ним на гору подняться. И там, на этой горе, он пошел помолиться, он действительно начал молиться. но в событии преображения Господа, в событии, не в празднике, а в событии, нам открываются ответы даже на те вопросы и проблемы, которые сегодня действуют в современном мире, во всем, во всем человечестве. Первое, как мы сказали, нам открывается ответ, кто же был все-таки Христос, человек или Бог? Если мы говорим, что он был Бог, мы читаем в Священном Писании, Бога никто не видел. И видеть его нельзя. Потому что Бог есть Дух, мы не видим с вами наш ум, мы не видим душу, мы не видим даже воздух. А как мы можем видеть Бога? Итак, если мы говорим о Христе, что он только Бог, что-то не понимал, не получается. Если мы говорим о Христе, что он только человек, как говорил Арий, это великая ложь. Тогда слова Христа, тогда Новый Завет, который Бог Отец и Бог Троица заключает со всем человечеством, через Иисуса Христа, все отменяется. Он только человек. Мы можем верить тогда Ему и не верить. Мы можем идти за Ним и можем не идти. Если Он был только человек, как Он мог ходить по воде? Если Он был только человек, как Он мог воскрешать мертвых? Если Он был только человек, как Он мог заранее знать события, которые еще только наступят? И мы видим с вами точно, что у Него есть своя цель пребывания на земле, цель в проповеди, цель в чудесах. И, наконец, заканчивается эта жизнь. Мы видим, что даже цель пойти на крестную смерть. Если мы с вами будем говорить, что Христа распяли иудеи, евреи, первосвященники, книжники, фарисеи, саддукеи, которые в то время были и которые народ этот настроили против Христа, и будем говорить, вот они убили Христа, Бога-человека. Мы ошибаемся. Почему Христос пошел на эту крестную смерть? Первое, Он показывает нам, что мы больны грехом. Второе, что нам показывается, мы во власти дьявола. А дьявол кто такой? Клеветник, завистник и лжец. Сила его велика, но он всего лишь творение Бога. Когда был ангелом, а творение падшего ангела через свободную волю, он стал таковым. Поэтому мы видим с вами, Христос добровольно идет на эту крестную смерть. Но прежде чем Он пошел четвертый раз в Иерусалим, Он сначала показал эту божественную природу троим ученикам. И Он перед ними сиял как солнце. Если мы говорим как солнце, это слабо сказано. Сияние святых в 70 раз ярче солнца. Можно это выдержать или нет? Это невозможно выдержать. Даже одежды Его преобразились. А Он сиял в 70 раз ярче солнца. немыслимо. Второе, что открывает на горе Фавор во время преображения Христос, Он открывает, что люди рождаются только один раз. Не будет уже нашего рождения в кошке или в собаке или в дереве. Мы один раз родились, проживаем одну жизнь. Все. Но наша жизнь разделяется на несколько частей. Первая часть. Как нас зачали? В каком были состоянии, когда нас зачинали? В какой период времени нас зачинали? Может быть, было запрещено Богом и Церковью Божией? Как нас вынашивали в это время? Как вела себя мать, которая нас вынашивала? Что она ела, пила, имела ли отношения с мужем? Нельзя иметь отношения с мужем? И, наконец, как мы родились? Правильно ли родились? Или нас клещами вытащили? Или, когда мы зачаты были, родители сказали, давай убьем ребенка, а потом его оставили, а он родился, жить не хочет? Все это имеет значение, и Господь показывает нам одна жизнь. Дальше, когда мы родились, как с нами обращалась мать? Надо не только кормить ребенка, надо же с ребенком правильно разговаривать. Правильно ли она с нами разговаривала? Участвовал ли в этом разговоре отец, дедушка, бабушка, представители нашего рода? Не сюсюкали, а как они с нами вели себя в это время? Все на нас отражается. И первые три года имеют большое значение. До революции почишто все женщины три года кормили детей молоком. И все время беседовали с детьми. Рассказывали о роде, рассказывали об отце, рассказывали о дедушке, о бабушке, о седьмом поколении, десятом поколении, о своей матери родине, о своей матери земле. Обо всем рассказывать надо. И потом ребенок вырастет, вдруг он все это будет знать, потому что он нам не может сейчас ответить, а он уже все запоминает. Что мы ему говорим? Услышал музыку, будет помнить музыку. Услышит рок, будет склоняться к року, к тяжелому металлу, и у ребенка будет сломана жизнь. Будет с матерью сидеть, смотреть телевизор, какую-нибудь мерзость, и мерзость войдет в ребенка, и вдруг мы увидим у него, когда он начнет ходить, когда говорить начнет, эту мерзость увидим. Господь нам показывает событие преображения, что мы рождаемся один раз, и все, что в нас войдет через рот, все, что мы приобретем с вами через глаза, уши, язык, живот, то есть пищу, тело наше, все в нас останется. Господь показал удивительных двух людей, который пришел один от умерших из ада, это Моисей, и второй пришел из тех, кого Господь взял с телом на небо, это Илья. Они пришли его утешать перед его походом в последний раз в Иерусалим. Поэтому праздник, событие преображения, оно имеет феноменальное для нас значение. Если бы мы не верили, что Христос есть Бог, если бы мы не понимали событие преображения, тогда мы бы крестились с вами только так, вот только так крестились бы. Но мы еще два пальчика поджимаем к ладони, этим мы показываем, что мы верим и не сомневаемся, что Христос был от человека, от Божьей Матери, и был еще Божественное начало. Две природы в Христе, человеческая и Божественная. Мы сегодня говорим, что мы знаем, что Бог есть Троица, но за три с половиной года Христа его проповеди Троица дважды явилась за эти три с половиной года проповеди Христа. Дважды. Когда только Христос пришел на реку Иордан в 30 лет и желал выйти на проповедь, явилась после его крещения от Иоанна Крестителя явилась Троица Иоанн Креститель услышал слова Бога Отца, который сказал «Сей Сын мой возлюбленный и увидел на голове Сына, то есть Иисуса Христа, Которого Он покрестил, Он увидел Духа Святаго в виде голубя». И вот здесь, когда событие было преображение, после того, как Христу из того мира явились Илья пророк и Моисей, вдруг появилось облако, в него вошли апостолы и вдруг из этого облака они ясно и внятно услышали «Сей Сын мой возлюбленный, его слушайте». Кто может сказать, что это Сын? Это может сказать только Отец. И еще что было, Отец есть, который сказал, Сын есть, о котором он говорит. И Петр выразил и сказал, Господи, как здесь хорошо. Этим он сказал, что еще Дух Святой присутствовал в виде благодати, от которой было хорошо апостол. вот это событие совершается в конце года. Это событие знаменует окончание земной жизни человечества. Все, что мы с вами изучали в течение года, что читали в Священном Писании, все наши молитвы с вами к Божьей Матери, к тому же Илье Пророку, Господу, все, что мы с вами делали. Вот это событие подводит итог ему. Все. Это как итог нашей жизни. Вот если мы сейчас с вами уходим из этого мира, из этой жизни, из этой земной жизни, мы уже все знаем. Может быть в том храме, который рядом с нами, они не знают этого, а мы уже точно знаем. И дальше что происходит? Дальше все закончилось. Но свидетелями этого события были три ученика Христа. Петр, который его больше всех любил, Иоанн, который станет богословом и через которого Господь даст нам 5-е Евангелие апокалипсис о судьбе человечества до 2-го пришествия Христа. Он войдет в историю нашей церкви, как Иоанн богослов. Его тоже Господь возьмет с телом на небо, потому что он такой богослов, он такое знает и такое видел, что он будет вместе с Ильей богословом, который видел Господа, который бился всю свою жизнь, чтобы еврейский народ привели к Богу 10 колен Израилева, за что Господь его взял на небо до определенного момента и еще Енох, и вот они трое сойдут опять к еврейскому народу перед вторым пришествием Христа и будут ему говорить уже опять слова, но уже те, которые то, что они сами видели, об этом будут говорить этому народу. Они будут убиты за свою проповедь, будут три дня лежать в Иерусалиме, все будут ходить, плевать на них, они в третий день воскреснут и уверуют через это миллионы евреев. Вот что такое преображение. И когда все это совершилось, Христос сошел с горы и пошел на эту крестную смерть. Все, что совершается на земле значимого и большого, важного для нас, Господь об этом заранее нам открывает, заранее нас об этом извещает. Войны, землетрясения, наводнения, которые смыло все человечество и все живые существа, потоп называется. Господь уже заранее готовил, ноя выбрал, на которого все плевали и ругали его, что он занимается бездельем, делая лодку. А когда действительно 40 дней и 40 ночей стал лить бесконечно вот этот поток воды, все хотели попасть в корабль ноя, но все уже было закрыто. И вот это совмещение двух великих событий. Все с учениками ясно, они станут апостолами, перед этим они отрекутся от Христа, оставят Христа, все понятно. Но есть та, которая была как бы за кадром Нового Завета, но без которой не совершилось бы этого ничего, этого бы не было вот этой особой земной истории. Это Божия Матерь, год начнется опять в сентябре с Рождества Божьей Матери, 21 сентября, и опять все события, связанные с Христом, связанные с евангельскими какими-то фактами, она везде участвует. Но нам сегодня нужно понять, вот она начинает, она только готовится к рождению, а сегодня мы уже отмечаем с вами успение ее, она уже уснула, все, она закончила свою жизнь в 48 лет, все, она закончила жизнь, и вот сейчас мы смотрим на нее, а что произошло, почему такой шум, такое торжество, не только в православной и католической церкви, почему такое ей особое служение, почему ей особая такая слава, вот ее рождество в начале года, а в конце года уже ее успение, и каждый год нам об этом напоминается, а за всем за этим ее рождение в этот мир, ее жизнь в этом мире, рождение через нее Бога в образе человеческом, и наконец ее окончание земной жизни, значит это не один год, но каждый год нам об этом напоминается, две тысячи лет подряд, значит здесь очень важно для нас опять что-то понять, что мы должны с вами понять, почему такая слава Божьей Матери, ни одному апостолу ни одному пророку, ни одному святому, никому нет такой славы, нет такой славы даже ангелам, почему? Может быть кто-то ошибается, может быть какой-то композитор просто написал такую музыку, может быть какой-то художник написал такое полотно, может быть какой-то поэт написал такие стихи, а богослов какой-то их привел во состояние богословия, да нет конечно, Иисус Христос говорит удивительные слова, каждый из нас может их запомнить и потом передать детям нашим, родным, через это слова как экспертизу можно узнать любого человека, любого, слова эти заключаются в следующем по плодам их узнаете их сегодня вам человек что-то говорит и вдруг плодов нет мы вступили в брак с вами такая торжественная свадьба столько истрачено денег столько выпито вина столько музыки было и столько песен я был как-то в Узбекистане где 500 человек было на браке перекрыли улицу артисты приехали из-за Ташкента но плоды а вдруг этот брак распался а вдруг в этом браке нет детей поэтому плоды очень очень важны вы посмотрите как начиналась революция семнадцатого года и как она печально закончилась плодов нет сколько людей за эти семьдесят пять лет выступала говорила какие ораторы были где они сегодня эти люди сколько книг было написано сто тысяч экземпляров только сочинения Ленина сто тысяч экземпляров где это у кого это все выброшено и сожжено плоды важно на земле родилось огромное количество людей но не у всех сложилась жизнь правильно несколько лет несколько дней назад я был в колонии в очередной раз меня сопровождало руководство нашего губсина всей системы колоний нашей области и когда я беседовал с людьми которые там в этой колонии находятся 300 или 400 человек слушало меня а всего там тысячи человек то я им сказал вот видите как ваша жизнь складывается разве вы думали в первом классе что ваша жизнь будет такая один человек ко мне пришел на исповедь недавно я спрашиваю как твоя жизнь сложилась он говорит я сидел и отбывал наказание я говорю а сколько раз ты отбывал наказание он говорит не помню то ли 9 то ли 10 то ли 11 то ли 12 раз не помню это что за жизнь а теперь он уверовал бога пришел в церковь божию и как ему начать заново жить когда все сломано и разрушено поэтому сегодня мы говорим о божьей матери что совершилось почему такая слава и чтобы нам понять эту славу нам нужно сейчас что-то с вами понять в ее природе если мы не поймем природы божией матери мы ничего не поймем когда молодые родители рожают детей то это дети здоровые сильные энергичные в еврейском народе выдавали замуж в 14 лет девочек у нас в России выдавались замуж в 12 лет в 11 лет такое тоже было как только видели что мальчик или девочка интересуется этой темой выдавали замуж или женили божью матерь родители не могли родить когда они вступили в брак не могли кроме божьей матери они больше никого не родили в то время которое отпущено женщины для родов они родить не смогли у них детей не было если сверх этого сверх возможностей природы тогда совершилось чудо чудо может совершить Господь Бог Творец этого мира и мы знаем что родители ее же дожили до глубочайшей старости когда они уже ни на что не надеялись народ их очень не любил еврейский народ не любил всех тех у кого не было детей считали что есть какое-то проклятие есть какой-то грех они были чистые люди они были чище многих других тем более это родословная Давида и еще священнический род это особые два рода и вдруг неожиданно Господь посылает к ее родителям которые находятся в унынии посылает архангела Гавриила архангел Гавриил вестник судеб божьих и когда архангел Гавриил появляется у Иакима сначала потом у Анны он возвещает им то что знать человек не может у вас родится дочь дочери никакой нет еще никакого нет зачатия ничего нет вообще у вас родится дочь назовете ее Мария если бы у них свое время родилась дочь то они никогда бы ее Марией не назвали потому что в роду Иакима и Анны не было никого с именем Мария А раньше называли имена особые давали детям все было на своем месте все архангел Гавриил сделал дело появляется нужная сила совершается зачатие вынашивания рождения ребенка но когда эти люди дряхлые скажем в своей природе выносили вот эту будущую Богородицу они переживали а выносим ли мы ее вот в чем вопрос выносим ли сегодня молодые девушки родить не могут им делают уколы вводят наркотики чтобы взбодрить их и чтобы они вытолкнули плод а здесь такие люди в таком возрасте это Анна выносила ее но пока она вынашивала она сказала если мы ее выносим и родим тогда мы ее отдадим Богу многие родители которые вымолили себе детей у Бога сказали Господи если родиться на самом деле кто-то у меня мальчик или девочка я тебе посвящу ее куда пошел Серафим Саровский пошел стал монахом Сергий Радонежский в Рафламее когда был маленький тоже стал монахом и множество других сегодня такая традиция ушла а это была традиция в народах которые имели отношение с Богом и вот сегодня мы видим с вами все совершается и когда она действительно рождается радость и ликование не только родителей но и всех родных родные очень много общались между собой дорожили родом кто-то рождался все собирались умирал все собирались недавно мне пришлось хоронить одного человека мне самому пришлось отпевать его в Москве пришла родная сестра этого человека и пока шло отпевание и пока мы хоронили она плевала в его адрес говорила одни хорошие слова за то что он ей не подписал квартиру брат ее и сказала я его никогда не прощу и у нее никакой слезинки не было что последний ее брат ушел из жизни теперь теперь не осталось ни сестер никого она одна осталась но квартира и вот сегодня мы с вами видим радость величайшая рождается девочка Мария госпожа и они родители как сказали так и сделали хотели ее отдать в два года в иерусалимский храм как в монастырь отдали в три и дальше все из назарета отправили в иерусалим там встречал ее отец иоанна крестителя старец захария у которого тоже не было детей которые тоже со своей женой Елизаветой дожили до глубокой старости а детей не было а он был священник в иерусалимском храме и когда она осталась там в этом иерусалимском храме теперь мы должны уже с вами сказать если бы она родилась от молодых родителей она была крепкая такая знаете она родилась от пожилых людей старых у которых плоть уже успокоилась душа успокоилась у которых было такое покаяние нам бы такое покаяние какое у них было они такие скорби вынесли люди перенесли некоторые войну и все они уже эти 4-5 лет пока шла война были вне себя а здесь всю жизнь надо нести эту скорбь нет детей этот позор от народа и вот эта девочка рождается вот от таких родителей она рождается вот от таких двух родов священнического и царского это элита еврейского народа и наконец когда родители ее совершили вот это дело ее зачатие сила появилась уже от бога пришел архангел гавриил который и акиму дал силу а не дал силу то есть в ней уже была эта благодать уже энергия духа святаго это другой ребенок с самого начала теперь прибавляется к этому когда ее привели в иерусалимский храм где она стала с другими детьми из элиты воспитываться то заметили священники как к ней время от времени приходили ангелы беседовали с ней приносили ей пищу с неба и она спокойно с ними беседовала она привыкла к общению с ангелами чтобы общаться с ангелами нужно быть духовным духовно и обладать природой значит в ней ее природа духовная была уже в таком младенчестве на высоте они приносили ей пищу с неба кормили этой пищей что-то ей говорили чему-то поучали что-то складывалось в ее душе и наконец все закончилось окончились дни пребывания ее там 14 лет ее отдали под патронаж старца Иосиф у которого умерла жена но остались дети поэтому сегодня мы слышали в евангельском чтении что вот мать твоя пришла и братья твои пришли братья не его и не матери а это старца Иосифа мнимого отца это его дети но их называют братья и дальше начинается удивительное в 14 лет она переезжает в Назарет и вот здесь в Назарете и совершается уже прямое соприкосновение ее с божественным миром с царством Бога Творца откуда приходит архангел Гавриил к ней приходит поэтому мы знаем что события благовещения такой высоты и силы что говорят что в этот день даже птица не вьет гнезда архангел Гавриил приходит к Деве Марии она не боится его не пугается она с ним беседует она его слушает и он ей приносит благую весть от Творца этого мира и Вселенной что через нее должен родиться Бога человек Христос Архангел Гавриил ей все объясняет как Дух Святой найдет на нее найдет на нее и дальше от нее родится не человек а Бога человек кто об этом знает что стояли микрофоны что была хроника которую можно было показывать по всему телевидению всему миру или по интернету тихо никто не знает и дальше все совершается и когда Дух Святой находит на Деву Марию вы представляете себе она уже что получила от родителей что она получила от отношений с ангелами когда была в храме Иерусалимск что она получила от отношений с Гавриилом и теперь сам Дух Святой нашел на нее и в ней начало что-то совершаться она должна родить а какой он будет кого она родит УЗИ не было потрясающе каким он будет таким как все люди если она не знала мужа каким он будет и когда рождается Христос никого рядом нет нет жителей где они жили в Назарете нет родных никого только она и Иосиф и еще кто еще конечно волхвы посланные Богом чтобы увидеть это событие и еще кто еще пастухи которым объявили об этом ангелы чтобы они шли и были участниками этого события и конечно сами ангелы вы представляете какая тайна велика и опять нет микрофонов и опять нет электроники ничего нет вот из чего складывается природа Божией Матери но уже ее природа по рождению была такова о чем сегодня мы читали в молитве восхваляя и прославляя Божию Матерь и ее природу и когда Христос достиг 30 лет когда он вышел на проповедь так же как и вышел на проповедь Иоанн Креститель которому тоже 30 лет исполнилось мы знаем что перед этим было еще одно событие которое показывает что Божия Матерь выше чем родители Иоанна Крестителя когда она пришла к Елизавете к сроднице своей то мы видим удивительный момент на который никто не обращает внимания когда Божия Матерь пришла к этой Елизавете то вдруг у нее взыграл младенец у этой Елизавете будущий Иоанн Притеча который притек пришел раньше придет раньше Христа чтобы объявить о нем он взыгрался от пререхода Божьей Матери уже благодать ее была такой силы что младенец взыгрался мы знаем что когда мать будущего Сергия Радонежского носила его в очиеве пришла так же как и мы на службу то на службу взыгрался младенец и вскричал трижды во время литургии что происходит какая здесь наука может участвовать и толковать что-то и что-то нам объяснять как сказано в священном писании да умолкнет всякая тварь поэтому мы видим с вами сейчас все больше мы теперь обращаем внимание больше на Иисуса Христа Божья Матерь ушла в сторону ее нет сколько времени она появляется в эпизоде в Канне Галилейской когда их пригласили видимо родные или близкие на брак в Канну Галилейскую на заре тоже в Галилее и там она просит своего сына уже зная о нем многое просит чтобы он совершил первое чудо она просит чтобы он в воду превратил вино потому что окончилось вино что делать хозяевам может быть они родственники их были стыдно пригласили гостей а гости еще трезвые еще никто не упал все трезвые и тогда она говорит ну сделать надо что-то он говорит не пришло мое время еще но матери не отказал и сказал принесите мне воды и когда принесли воду какую нужно бочки огромные водоносы называются он благословил как потом позже благословит пять рыбок две рыбки и пять хлебов и накормит пять тысяч мужчин только не считая женщин и детей и он совершает это первое чудо но мать участвовала в этом все больше мы ее не видим тот эпизод когда мать пришла к нему с братьями то есть с детьми Иосифа ему сказали мать твоя и братья пришли он даже не вышел и ничего не сказал он сказал только тем кто ему об этом сказал кто мои братья и кто моя мать те кто будет жить по закону бога по тому закону который он принес вот это и есть моя и мать и братья он показал значение жизни по заповедям бога и по закону бога и в церкви бога и наконец кода окончание жизни христа в каждом храме стоит распятие господа кто стоит рядом с распятием божьей мать даже жены мироносицы удалились стоит она и иоанн богослов и иоанн любимый ученик христа родственник их и вот здесь совершается еще нечто отец Илья сказал в проповеди сегодня и вчера отец Даниил сказали об этом что еще была встреча со старцем Симеоном когда она принесла его в храм чтобы совершить тайну обрезания и там этот старец Симеон которому было по некоторым преданиям 365 лет в это время он был просто мученик заживо погребенный человек который обязан был жить это был удивительный человек который знал не только еврейский язык но и греческий который был толковник для Александрийской библиотеки готовилась книга перевод пятикнижья Моисея и он должен был это переводить и когда этому Симеону достался текст о том что через деву родится мессия он взял деревянный нож чтобы исправить это место потому что через деву не может родиться никто она дева может родиться только через женщину и он захотел написать женщина но явился ангел который сказал что ты делаешь что Бог не знает что должно быть но так как ты не поверил в это будешь жить до тех пор пока сам не увидишь эту женщину и не увидишь этого ребенка когда это произойдет и вот он бедный жил ожидая что вдруг сегодня он это увидит и дожил уже до такой глубокой старости что мы говорим сегодня 365 лет может меньше может быть больше но если бы каждый из нас я про себя первую очередь говорю я бы дожил даже до 150 лет не знаю сам ли я буду ходить в это время ну посмотрим когда я доживу до этого время или будет кто-нибудь водить все и тогда Симеон этот не просто возьмет младенца от радости и восторга и торжества на руки и не только о нем что-то скажет но скажет о матери о ней скажет что вот этот крест возле которого она будет стоять он пройдет ей в душу он пронзит ее душу потрясающе с этого времени Дева Мария будет жить на потоке Кедронском в Иерусалиме вот у этого самого Иоанна Богослова о чем их благословил Иисус Христос с креста и дальше когда Христос вознесется теперь Божья Матерь станет столпом и утверждением истины она только свидетельница что она его родила она свидетельница его детства она все знает что было она знает что приходил Архангел Гавриил она знает что у нее не было мужа она знает о том что Дух Святой на нее нашел она знает природу истинную природу ее сына который родился и который теперь вознесся к ней идут все со всех концов чтобы на нее только посмотреть чтобы к ней прикоснуться но она не хочет жить на этой земле смысл ее жизни как матери потерялся ну что ей было 15 лет когда она родила прибавьте 30 лет 33 года прибавьте сколько ей было 48 лет и она каждый день ходит в Гефсиманский сад где Христос совершил последнюю первосвященническую молитву перед тем как пойти на крестную смерть а еще точнее перед тем как его арестуют перед тем как Иуда его ученик подойдет и поцелует при всех и скажет ужасные трагические слова радуйся учитель а перед а перед этим он скажет кого поцелую того берите и убивайте это и есть он кого вы ищете и вот здесь она ходит каждый день и говорит сыну умоляет его чтобы он взял ее с земли но надо еще укреплять церковь надо еще пройти по миру и еще раз на нее сходит дух святой еще раз сходит теперь уже вместе с учениками праздник пятидесятницы сходит дух святой который мы празднуем как начало истории церкви в день при святой троице какой она благодатью обладала какая у нее была душа какие были клетки какая была природа отправляется в путешествие потому что дух святой который на них нашел каждому должен указать кто из апостолов куда должен пойти проповедовать и ей досталась Грузия Иверия тогда она называлась Иверия и когда она отправилась на корабле в эту Грузию корабль неожиданно в определенный момент повернул в другую сторону и вместо нее в Грузию придет Нина равнопостальная родственница Георгия Победонос и там всех приведет к православию и в церковь в первую очередь высшее сословие грузинского народа когда повернул корабль и пристал в скором времени к полуострову полуострову один профессор мне сейчас сказал дня три назад профессор нашего университета Лобачевского задал вопрос одной студентки пятого курса чем остров отличается от полуострова она сказала не знаю это полуостров святая гора Афон Греция полуостров то есть можно туда прийти по суше и вот там она пристала ее кораблик и когда она сошла на землю с этого момента началась новая история этого полуострова люди которые там жили почему-то ушли все оттуда то чему они поклонялись и во что они верили кому верили или чему верили все упало попали попадали идолы и с этого момента начинается здесь на этой на этом полуострове новая жизнь начинает формироваться 20 монашеских республик 20 монастырей а еще сколько келей сколько еще рядом поселений но только одни мужчины фактически все 2000 лет и когда господь меня удостоил в прошлом году там первый раз побывать я думаю и последний наверное может быть перед моей кончиной то я понял что это такое святое место на земле это действительно уникальное буквально место автономия точка на земле это что-то невероятное за короткое время мне пришлось проехать десятки вот этих мест я был просто поражен за три дня столько проехал столько повидал и посмотрел и все время сопровождало солнце такая сила но я скажу вам одного раза недостаточно хотя чтобы узнать что суп соленый достаточно съесть одну ложку всего супа и не обязательно весь суп съедать все и однажды она приходит в Гефсиманский сад начинает опять молиться и вдруг приходит тот же самый архангел Гавриил с неба и говорит все услышано твое прошение готовься и дает еще ей цветок который теперь архангел Гавриил принес с неба не сорвал же он его в Гефсиманском саду она приходит домой и объявляет Иоанну у которого она жила все готовимся Иоанн объявляет всей церкви но не по мобильному телефону и начинает вся церковь апостола собираться церковь собираться день два три и вдруг все Божья Матерь говорит все ложится приготовленное место и дальше все совершается похороны два хора один хор человеческий вся церковь ее сопровождает пением и ангелы сопровождают тоже поют на каком языке не знаю на ангельском все принесли ее в пещеру всех хоронят в пещеру привалили тяжелым камнем оставили и ушли как дальше жить без нее без такого столпа и утверждения истины без такой силы конечно мне хотелось бы чтобы вместе с Евангелием в каждом доме была книга сказания о земной жизни Богородицы конечно хотелось если вы хоть раз начнете ее читать начнете вы будете перечитывать без конца и края и опять благодарность отсюда Даниилу вчера он нам фрагмент из этой книги показал слушал бы и слушал но прервался оратор все закончилась история все нет у Бога не закончилось и вдруг неожиданно Господь совершил маленькое замедление вводит в историю эту историю маленький факт Фома опоздал потому что был в Индии с миссионерской проповедью как апостол в Индии и когда Фому доставил доставило облако и когда Фома пришел и уже узнал о том что схоронили спрятали то есть он стал просить и умолять апостолов но дайте мне хоть взглянуть проститься с ней ну ладно согласились все опять пошли торжественно к этому месту отвалили тяжелый камень чтобы животные не проникли и не взяли тело и вдруг нет там Божьей Матери нет ее тела а всего три дня прошло и вот это есть ответ каковы плоды ее жизни каковы плоды ее рождения вот где весь смысл и когда пришли апостолы в горницу иерусалимскую кто-то плакал кто-то рыдал кто-то продолжал задавать друг другу вопросы не находя ответы вечером третьего дня когда совершалась у них трапеза неожиданно прямо на воздухе появилась Божья Матерь в своей славе то есть она уже была в такой благодати но сопровождали ее ангелы и здесь она говорит те слова которые нам нужно знать с вами что она будет с родом христианским церковью Божией до второго пришествия до конца вот и все осталось сказать только последнее слово мы теперь видим что не троих а четверых Господь с телом взял на небо Енох Илья Божья Матерь потом Иоанн Богослов попросит чтобы его живого закопали ученики рыдать будут и плакать но закопают живым и тоже через три дня его не найдут и Иоанн Богослов 4 трое как я вам сказал вернуться назад будут проповедовать перед вторым пришествием Христа а где же Божья Матерь с ней то что вот ради чего мне пришлось столько времени вам напоминать эти события и факты Божья Матерь достигла цели совершенства своей природы если бы каждый из нас достиг такого же качества природы через молитву через пост через прощение всех людей то мы вошли бы в это состояние и мы бы уйдя из этого мира оставили после себя мощи как остались после Сергия Серафима Александра Свирского и множество других которые нам отдали свои мощи для этого храма более 200 мощей поэтому сегодня мы говорим с вами Божья Матерь достигла такой высоты и глубины в своей природе она восстановила тот грех который совершила Ева а Христос восстановил грехопадения Адама род человеческий спасен теперь как при потопе кто-то будет пить гулять кто-то будет оскорблять Ноя и ругать его что он строит дерево из дерева корабль а Ной будет свое дело делать так и нам с вами нужно мы не знаем сколько нам осталось но нам нужно строить свой корабль чтобы хорошо управлять и плавать им в житейском море что это за корабль корабль наша душа но нашу душу мы не построим пока не изменим качество нашего сердца сердце это особый орган который не управляется который с нами делает что угодно осуждение от сердца воровство от сердца убийство от сердца зависть от сердца измены от сердца такая тема поэтому сегодня мы с вами видим что нам нужно еще много-много выслушать слов которые скажут Даниилы Ильи Августины столько еще надо будет слушать столько нам нужно будет посмотреть столько нам нужно будет перечитать а правду ли они говорят столько нам нужно еще будет побеседовать с Сергием Радонежским Владимиром Равнопостольным читать им Акафисты Жития Святых их читать тех святых чьи мы имена носим но мы сегодня говорим что Божья Матерь достигла совершенной природы природа ее стала духовная вот такие люди должны были жить на планете земля а кто живет сегодня блудники убийцы завистники и кого только нет поэтому сегодня мы уже в этом корабле этот корабль храм и в этом храме нам показывается только святость вот вам пожалуйста апостолы вот вам пророки вот вам ангелы вот святые все берите пример исследуйте по любому пути вот Иолеония которая с детства хотела уйти в монастырь но родители рано выдали замуж родила 13 детей сделала так что и муж стал святой и сын стал святой и еще дочь стала святая как 13 детей родила и рожая каждого ребенка говорила ну теперь то уйдем в монастырь мужу давай теперь уйдем он нет еще поживем любил ее сильно как человек я умоляю вас как этот год начинается с рождества божьей матери и заканчивается успение я умоляю вас чтобы вы круглый год обращались к божьей матери была такая удивительная одностарица в Смоленской области у нее не работали ножки в три года ее сглазили она была такая красивая девочка а ее позавидовали ей и ножки перестали ходить ножки перестали бегать по дорожке и она всю свою жизнь пролежала она всю жизнь просила Божью Матерь Божья Матерь ну что тебе стоит а Божья Матерь являлась ей беседовала с ней и говорила ну ты ну потерпи немножко ну может быть Господь все управит хотя знала что не надо управлять а то ножки убегут по другой дорожке и вот этой Матроне этой женщине однажды было видение ее душе было показано Царство Божие и ангел водил ее по Царству Божию и говорил вот смотри видишь какой дом ой какая красота здесь живет Николай угодник а здесь смотри красота это дом Божьей Матери Божьей Матери дом а где она а ее здесь нет она все время ходит по земле удивительно а куда она не доходит там ставит свои образы и Россия называется дом Пресвятой Богородицы столько чудотворных икон столько они спасали нас во все катаклизмы нашей истории Божья Матерь покровительница России и сегодня пришли мы на успение во всех храмах разойдутся люди а мы с вами еще и завтра придем на день рождения такой вот иконы Божьей Матери Федоровской поэтому сегодня вечером еще совершим службу а завтра совершим литургию и еще что-нибудь скажем поэтому сегодня я хочу вам всем сказать у нас нет печали и когда завтра мы придем на погребение Божьей Матери у нас не будет слез у нас не будет печали потому что у нас великая радость что на земле родилась прожила ушла из этого мира но не оставила его та которая достигла совершенства человеческой природы и что же теперь а теперь она нам помогает когда мы к ней обращаемся поэтому я желаю чтобы мы с вами всегда к ней обращались сильнейшая молитва в сбранной воеводе сильнейшая молитва в сбранной воеводе победительная читайте ее в течение и иногда говорите простые слова все упование возлагаю на тебя мать и божия сохрани меня под кровом твоим ну и сейчас самое главное скажу скажу громко и ясно аминь аминь